Всем привет, ребят! Начинаем новый влог. Я сейчас заехала в детскую поликлинику, чтобы отдать карточку Димасика и забрать карточку Сашули. Мы сегодня с утра съездили в поликлинику детскую, но, к сожалению, у нас педиатр находится в одной поликлинике, а узкие специалисты в другой. Поэтому мы ездили к хирургу и травматологу. К хирургу нам смотрели пупочную грыжу, она у нас довольно-таки уже в норме, нет таких явных признаков, как были в 3 месяца. Поэтому следующий прием, вернее визит к врачу у нас аж 9 месяцев. Но я думаю, если будем продолжать укреплять мышцы живота, то будет все хорошо. Я думаю, не придется оперативно вмешиваться. Ну, а там посмотрим, так как у нас у всех, и у девочек, и у мамы, и у папы, у всех пупочная грыжа. Поэтому, видимо, это генетически передалось и неизбежно у деток. К травматологу мы ходили, смотрели дисплазию. То есть это так, чтобы ножки хорошенечко так разворачивались. Ну вот, педиатр наш заметила, что что-то не до конца получается. Ну, травматолог сказал, что все отлично, все хорошо. Просто делайте зарядочку, лишний массаж, конечно же, не помешает. Поэтому так все в норме. Вот, ну и решили сразу же заехать с Ашули к окулисту, так как перед школой это хорошо. Когда ты уже со справочкой знаешь твой уровень зрения, чтобы тебя правильно посадили за нужную парту, чтобы хорошо видеть. Вот, и когда я пришла взять карточку с Ашулину, то мне дали уже вот такую вот новую карточку. А тут записей совсем-совсем мало и последние визиты к окулисту, естественно, не записаны. То, что в регистратуре мне сказали, что ребенка уже перевели на другую карточку, так как скоро ей исполнится 15 лет. А вот детскую карточку вот такую со всеми записями должны отдать родителям. То есть, со всем, на память, как говорится, со всеми записями абсолютно-абсолютно все должно оставаться у родителей. То есть, если что-то родитель забыл, то ребеночек уже повзрослевший может открыть свою детскую карточку и вспомнить, там, болел он витряночка или нет. Или какие-то оперативные вмешательства, о которых, может быть, кто-то забыл, были, какими болезнями переболел. То есть, где, когда стоял на учете или не стоял, какие показатели были со зрением, так как у нас тут все-все-все записано. Вот, и мы планируем завтра, наверное, съездить с Ашулей к окулисту. У меня еще сегодня по плану опять снова-таки заготовки на зиму, наверное. Мне вчера привезли огромное количество помидоров, хотя я уже и закрыла аджейку. Но, видимо, еще закрою одну порцию, так как очень-очень любим мы ее. Вот, и сейчас, наверное, поеду на рынок, докуплю необходимые продукты. Еще, думаю, наверное, немножечко заморожу цветной капустой, так как уже скоро нам водить прикорм. И хорошо, когда я свое уже в морозилке достал, приготовил. Очень удобно, не ходишь и ищешь по магазину или покупаешь уже готовое. Хотя готовое тоже очень удобно и хорошо, но свое надежнее. Поэтому сейчас поеду на рынок и буду приступать опять к готовке. Ну, скорее всего, к заготовке на зиму. Кто еще не заготовился на зиму, так присоединяйтесь. Будем делать хорошие дела, заготавливаться. Как у нас пословица, да, говорит, готовь сани летом. Так что, чтобы вкусно кушать зимой, нужно потрудиться сейчас. Поедем закупаться. Я тут бланширую цветную капусту. Что-то заморожу малышу на зиму, там добавлять пюрешечки. Вот, а что-то, ну, такие большие соцветия я вечером сделаю на ужин. Туховочки со сливками и сыром затушу. Детвора моя очень-очень любят, так что тут в оружии, можно так сказать, заготовочки на зиму. Еще по плану, наверное, сегодня сделаем немножечко аджики еще. Будем заниматься опять заготовками. Достала я капусточку. Обязательно промыла ее холодной водой, чтобы она не меняла цвет. Выложила на бумажную салфеточку, чтобы остывали. Вот тут покрупнее оставила. Это будет ужин с сыром. И вот приготовила пакетики. У меня вот такие вот пакетики. Зип-пакеты Фракенбок универсальные. Тут они получаются на литр. Мне нравится, что тут вот такая вот двойная застежечка. И вот такие пакетики. А, кстати, тут еще очень удобно. Можно написать дату и содержимое. Ну, так как они прозрачные, в принципе, содержимое и так будет видно. Поэтому вот такие пакетики я запакую. И отправлю в морозильную камеру. На самом деле эти пакетики очень удобные. Тут вот 15 штук. Всего лишь вроде бы и размер небольшой. И порции небольшие. Легко вам доставать, чтобы ничего не оставалось. И самое интересное то, что они предназначены для хранения и замораживания. Очень герметичные, потому что там две застежечки. И самое классное то, что многоразовое использование. Это здорово. Так что будем замораживать. Сейчас на салфеточке салфеточка влагу все уберет. Чтобы не замораживать водичку, а только продукт. И будем отправлять в морозильную камеру. Вот так вот это приблизительно выглядит. Вот такие небольшие пласты получаются. Удобно хранить в морозилке. Удобно доставать. Они на самом деле вот так вот занимают совсем немного места. Самое главное, что все герметично. Ничего не выпадет. И в морозилке не будет валяться капуста. Так что отправляем в морозильную камеру. Ну что, пока очередная партия джеки. У меня вот уже практически закипает. Я приготовила баночки. Буду закатывать. И буду готовить сразу ужин. Разложила соцветие цветной капусты. Так, сейчас выключу, наверное, на вытяжку. Вот, разложила соцветие. Приготовила вот такую вот смесь. Тут у меня 2 яичка. Твердый сыр натертый. И немного сливок. Буквально там грамм 100, наверное. Я сейчас это все залью. И отправлю в духовочку. Как раз вот закатаю аджику. И все будет готово. Девчонки придут с улицы. И будем ужинать. Ну и конечно же, когда будет уже осенний пирог, очень захотелось ароматной выпечки. Я решила приготовить пирог с яблоками и грушами. Для начала нарезаем небольшими кусочками яблоки и груши. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Выкладываю это все в форму для запекания. Слегка присыпаю сахарком. Добавляю корицу для придания действительно поистине осеннего аромата. Взбиваю 2 яичка со стаканом сахара. Так, чтобы сахар растаял. После чего добавляю 2 стакана муки и чайную ложечку соды. Все очень тщательно перемешиваю, чтобы не было комочков. И поливаю наши яблочки и груши сверху этим вот тестом. Отправляю все в духовку. Выставляю 180 градусов. Включаю режим конвекция. И оставляю минут на 50. Но так, чтобы поглядывать. Как ведет себя тесто, чтобы не подгорело. Вот такой вот пирог у меня получился. Очень вкусный и ароматный. Если добавить хотя бы одну грушку в яблочный пирог, поверьте, он изменится и станет намного вкуснее. Пробуйте, готовьте. Ну что, вот еще 6 литров порции аджики. Да, вот тут помощница еще одна. И вот такая вот капусточка сейчас у нас будет на ужин. Легкий ужин. Главное, полезный. Так что, всем приятного аппетита. Готовьтесь к зиме, закрывайте. Готовьте вкусно, с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь с нами, ставьте пальчики вверх. И увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok